Хочу рассказать вам, как вы можете получить монеты Апекса абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно установить приложение Free Apex Coins и выполнить несложное задание. После того, как вы накопите 1000 очков, у вас будет возможность обменять их на карточку с 1000 монет Апекса, которые вы сможете вывести как на ПК, так и на консоли. Ежели вам что-то будет непонятно, подробная инструкция имеется в приложении. Также, только по моему бонус-коду в описании, вы сможете получить дополнительные монеты. Возапин, комрады, с вами снова Валькирин. До выхода 9 сезона остались считанные дни, а значит, настало время разобрать все, что нас ждет в Apex Legends уже совсем скоро. Сегодня вы узнаете про Конец эры датамайнов Изменение Олимпа Новый баланс оружия и персонажей Особенности нового героя Новый казуальный и рейтинговый режим Тизер кара Новые карты Бесплатные награды Изменение стартового лута И скины батл пасса Как вы видите, крутой и интересной информации реально достаточно. Так что не забудьте поддержать меня подпиской на канал, лайком, нажатием колокола и напишите в комментариях, что из известных нововведений вы ждете больше всего. Хочу напомнить, что на моем канале каждый день проходят стримы после 6 вечера по МСК, где мы с вами общаемся, слушаем вашу музыку и просто чилим. Так что обязательно заглядывайте. Ну и приятного вам просмотричка. Начну, пожалуй, с довольно грустной и неожиданной новости. Датамайнер Bias12 запостил сообщение, в котором написал Я всегда говорил, что перестану делать сливы по Апексу, если меня об этом попросят разработчики. И вот сей день настал. Я больше не буду обозревать ничего, что связано с Апексом и еще не знаю, что буду делать с этим аккаунтом. Но вы можете отписываться или же остаться. От себя хочу отметить, что Bias был одним из самых активных и достоверных датамайнеров Апекса. Его сливы сбывались с 95% точностью. Последнее время он начал постить довольно опасную информацию, вплоть до записи тестирования способностей тех же Близко и Эш. Думаю, что он немного переступил границу и разработчики решили прикрыть эту лавочку, чтобы не портить интригу своих нововведений. Однако, лично я считаю, что тех, кто не хочет портить себе интригу, никто не заставляет намеренно искать страницу датамайнера, подписываться на нее и еще и читать все новости. После данного случая все остальные датамайнеры также явно поубавили темпы и резко начали бояться всевозможных эмбарго разработчиков. Судя по всему, сливы уже вряд ли будут такими же провокационными и глубокими, как это было раньше. Напомню, что за последние несколько месяцев Bias поведал нам о Horizon, Fuse, Valkyrie, целой куче будущих легенд, новом оружии, изменениях на картах и еще целую тонну контента, который в конечном итоге появляется в игре. Как говорится, пресс-ф. Теперь же ближе к самому интересному, а именно, что же нас ждет в девятом сезоне. Пожалуй, начнем с долгожданных изменений на Олимпе. Как мы помним из трейлера, на карту прибудет целая армада неизвестных кораблей, принесших с собой какую-то заразу, которая распространится в виде огромных корней по всему летающему городу. Локацию распутий заменит огромное судно под названием Икарус. Сезон шуток про советский автобус объявляю открытым. Сам корабль, разумеется, можно будет посетить. Помимо новой локации как таковой, внутри вы сможете найти тела ученых, на которых будут карточки для доступа на капитанский мостик, расположенный в носу корабля. Он, в свою очередь, будет обладать крутым лутом по аналогии хранилищ на каньоне и краю света. Также с Олимпа уберут два шарика, которые вы видите на карте, а остальные же станут немного ниже. Разумеется, какой новый сезон без бафов и нерфов разных легенд. Фьюза, наконец, бафнут, дав ему два кластерных заряда и ускорив их откат до 18 секунд. Конечно, вряд ли это сделает его гораздо лучше, но хоть что-то. Лайфе, как и сообщалось, полностью уберут щит при рейсе тиммейта, однако ускорят ульту до 300 секунд и немного улучшат ее содержимое. Лобби, наконец, пофиксят бесячие баги браслета. При его броске и после телепортации персонаж теперь не будет терять скорость. А вот откат ульты решили немного увеличить. Стим Актейна теперь наносит 20 единиц урона и откатывается на 1 секунду дольше. Грави лифт Хорайзен теперь будет поднимать вас на 30% медленнее. Скорость рейфа также снизят. Теперь находиться на верхушке лифта вы сможете не больше 2 секунд, а откат самой тактики составит 20. И вишенкой на торте будет то, что лифт и дрона Хорайзен будет успешно поджирать пилон Ватсон. Дрон Крипта сможет сканировать и открывать дропы, а скан Бладхаунда, как и предполагалось, перестанет давать саппорты. Наконец вы дождались, ибо в девятом сезоне вернут ваш любимый миротворец на землю, заменив его тройным эффектом. Новость была неожиданная, но вполне приятная. Урон каждой дроби пескипера снизят с 10 до 9, а перезарядка и скорость стрельбы станут немного медленнее, что вполне логично. Мазамбик, который с самого старта игры стал диким мемом из-за того, что является самым сильным оружием в игре, бафнут еще больше, дав ему целых 6 патрон в магазине. Честно говоря, очень интересно протестировать. Однако не стоит радоваться, ведь молотящий и череполом выведут из игры. Ммм, да, ведь такая веселуха могла бы быть с двумя мазамбиками. Разумеется, что по логике разработчиков должен быть идеальный баланс, эталон гармонии. То бишь, если вы выводите что-то из игры, то должны дать альтернативу. И такой альтернативой череполому и молотящим стали новые обвесы темп меткого глаза и дробящие боеприпасы. Первый обвес предназначен для стража и нового лука боцик, но о нем немного позже. Сам обвес позволит стрелять быстрее. Кстати, именно для него предназначался слот на страже, который можно было наблюдать еще в начале 8 сезона. Дробящие можно установить также на лук и на винтовку 30-30. Они позволят превратить данные ганы в своего рода дробовик, что будет довольно полезно на ближней дистанции. Самое забавное, что оба обвеса можно одновременно установить на новое оружие, которым является композитный лук. О нем я рассказывал вам последние пару месяцев подряд, не без вклада баяста, разумеется. Механика стрельбы самого лука очень напоминает ту же винтовку 30-30. Вы можете как плудить быстрыми выстрелами, которые обладают низким уроном и посредственной баллистикой, так и бить точно в цель, натягивая тетиву до упора. Кстати, максимальное натяжение позволяет нанести 70 урона в тело и целых 123 в голову. Зарубежные ютуберы уже вовсю бегают с этим оружием и оно выглядит очень интересно, но на СНГ комьюнити, как всегда, забили. Как я и говорил, для лука, репитера, разведчика и, что странно, тройного эффекта добавят новый класс под названием Марсманское оружие. Чуть не забыл, в связи с выводом Череполома урон в голову ведомого и длинного лука увеличен. Спитфайр, который уже успел всех выбесить, теперь будет контролироваться немного сложнее на первых этапах стрельбы. Однако, сомневаюсь, что это как-то повлияет на протап по одному выстрелу. А вот хаос, наоборот, ждет уменьшения отдачи на первых этапах. Вместо R301 репитера, мазамбика, длинного лука и спитфайра, золотыми ганами девятого сезона станут ведомый Лук Боцик, R99, Хемлок и Страж. Плавно переходим к самому интересному. Новый сезон, а значит и новый персонаж. На этот раз игру посетит японка Валькирия. Я уже сто раз рассказывал про способности данного героя, когда и вовсе не было известно, кто же будет легендой этого сезона. Однако, теперь уже подтвердилось абсолютно все, вплоть до ее способностей. Пассивка позволит довольно медленно подниматься в воздух до тех пор, пока не закончится топливо. Само горючее восстанавливается пассивно, а стрельба во время полета будет недоступна. Кьюшка позволяет выстрелить несколько ракет, которые наносят небольшой урон и дезориентируют противников в зоне своего действия. Ульта является аналогом шарика и позволяет вашей команде подняться вверх и отлететь в нужном направлении. Честно говоря, на первый взгляд, Валькирия смотрится довольно слабым героем. Пассивка будет скорее вашей погибелью, ибо попасть по вам невероятно просто, что касается ее ульты. Ну а Кьюшка очень похожа на тот же кастет Фьюза, ибо наносит около 50 урона в лучшем случае. Хотя ракеты Вальки хотя бы станет должны. Однако, как вы можете знать, Валькирия будет персонажем разведки. Посему, во время полета она вроде как должна обладать сканом по типу дрона Крипта. В любом случае, не особо люблю загадывать, так что нужно дождаться выхода самого персонажа и уже тогда делать выводы. Заканчивая речь о Валькирии, покажу и ее стандартные легендарки. Изначально я думал, что будут какие-то явные отсылки к Титанфолу, ибо сама героиня является связующим звеном между этими играми. Однако, нас ждет облом. Единственное, что немного радует, это стартовый комплект, который будет продаваться первые недели после выхода сезона. А вот что не особо радует, так это его цена в 3000 монет Апекса. С другой стороны, если вы купите саму Валькирию за красную валюту, комплект подешевеет до 2200 монет, что уже гораздо приемлемей. Основной особенностью девятого сезона станет новый режим Арен 3 на 3. Их я максимально подробно разбирал в этом ролике, но стоит подытожить, ибо вы ленивые засранцы, которым было лень послушать 20 минут. Этот режим не является чем-то особо уникальным. По сути, это что-то среднее между ликвидацией из Овервотча и Валорантом. Две команды по три человека в каждой сталкиваются на небольшой карте. Самих карт, к слову, будет пять. Участник вечеринки и фазовые бегуны являются уникальными локациями, которые сделаны специально для режима Арен. А вот остальные три будут позаимствованы из уже имеющихся карт. Могу предположить, что каждый сезон карты Арен будут меняться, за исключением уникальных, разумеется. На скриншоте одной из локаций края света можно заметить, что на карту вернется тот самый чистый дневной цветовой фильтр. Кто вдруг до сих пор сидит в танке, напомню, что край света вернется в пул карт. И помимо этого будет картой первого сплита рейтинга. Олимп во втором соответственно. Кстати, портал на карте Фазовый Бегун, по всей видимости, запитывается при помощи батарей Титанов. Принцип работы самого режима крайне прост. В начале каждого раунда вам будет доступен магазин, в котором вы сможете закупить оружие, амуницию, обвесы и даже способности персонажей. Отмечу, что на одном из моментов демонстрации этого самого этапа закупки, разработчики спалили приклад оружия кар из Тайтанфола. Совсем недавно сообщалось, что они вообще не планируют добавлять данный ствол в Апекс. Однако, эта ситуация явно намекает на то, что респавны всячески нам врут, чтобы не спойлерить. Итак, ваша цель это убить всех противников и по возможности собрать материал, который используется на этапе закупки. К слову, после каждого раунда ваш лут будет сбрасываться. Разумеется, за выживание, убийство и победу в раундах вам также будут начисляться материалы. Чтобы победить, вам нужно оторваться от противников на 3 или же 2 поинта. Кстати, та самая эмблема, которую вы получили за прохождение тизера Эш, будет отображать максимальный винстрик на аренах. Если вам это интересно и вы поленились ее забрать, у вас еще есть время до выхода самого сезона. Помимо этого, нам будут доступны челленджи с очередными бесплатными наградами. На этот раз задания будут делиться на две части. За выполнение первой вы получите 250 ценных металлов. Очень немного, но хоть что-то. А вот что мы получим за выполнение второй, доподлинно неизвестно. Однако, датамайнеры предполагают, что тот самый скин Актейна из трейлера и будет финальным призом. Как вы помните, я вам рассказывал о том, что в файлах были найдены рейтинговые арены. Так вот, разработчики подтвердили, что этот режим появится в Апексе. Однако, явно не в самом начале сезона. Возможно, во второй его половине или же вовсе уже в десятом. Опять же, сливы продолжают подтверждаться и респавны официально представили нам наземные эмоции третьего лица. Причем, они сделаны таким образом, чтобы не давать никакого преимущества по типу заглядывания за угол. Идея интересная, так что почему бы и нет. Помимо этого, как и предполагалось, после выхода сезона мы с вами будем начинать игру сразу с белым армором, шлемом, нокаут-щитом, двумя банками и шприцами. Ну и то, что интересует очень многих, а именно Баттл Пасс. Сам по себе он ничем не выдающийся и представляет из себя все те же 110 уровней и все ту же ценность наград. Как обычно, пройдя все уровни, вы получите 1200 ценных металлов, чуть больше 1000 монет Апекса для покупки следующего БП и всякую мелочь. Кроме внутриигровой экономики, вас ждет легендарный скин на Спидфайр, Рейв, Рампорт и два реактивных облика на преданность за сотый и 110 уровни соответственно. В коем-то веке Байяст ошибся, ибо изначально предполагалось, что за топовые левелы БП мы получим Эльстар в стиле оружия Титана. Однако я допускаю тот вариант, что разработчиков выбесил его слив и они попросту решили поменять местами реактивное оружие сезонов. Напомню, что понаблюдать за моей игрой вы можете на прямых трансляциях, которые проходят на моем канале каждый день после 6 вечера по МСК. Если вам понравился этот ролик, обязательно поддержите его лайком, подпишитесь на мой канал, тыркните колокол и не забывайте смотреть другие мои видосики. А с вами как всегда был Валькирин, до скорого!